Штаты травматолога МВР России, пациентарист, трактология, педагогимая макулевая хирургия 2-го медицинского университета. Как вас называют современные возможности реабилитации трактологического терпопедического пациента? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу с вами поделиться вот таким вот нашим проектом. Он называется TraumaSchool.ru Это большое количество таких практических школ для травматологов-ортопедов, для спортивных врачей, для реабилитологов, для многих ревматологов, которые к нам приходят. Почему я начал с него рассказ на свою тему? Дело в том, что у нас в прошлом году появилась такая потребность сделать школу непосредственно для спортивных врачей с уклоном на восстановительное лечение, на реабилитацию. И вот вы знаете, мы столкнулись с очень интересной ситуацией, когда есть понимание того, что там должно быть в реабилитации. Но к нам обратились с просьбой, с очень большой организаторы нашей тематики спортивная реабилитация, вставить обязательно туда кусок по фармакотерапии. И вот когда мы подошли к тому, что какая же фармакотерапия вас интересует, она прозвучала совершенно конкретно. Задача реабилитации в том числе, это сохранение хряща, сохранение многих, так скажем, структур опорно-двигательного аппарата, поэтому речь идет прежде всего, конечно, о хондропротекторной терапии. Но вот этим слайдом я бы хотел показать, что у нас планируется 22-23 апреля в Липецке проведение такого проекта Трава Москова. Здесь у нас кто-то, может быть, из Липецка присутствует, поэтому мы всех приглашаем на наш проект обучающий он двухдневный в рамках системы неприятного мастерского образования. Ну а вот те все-таки наши практические задачи, которые перед нами стоят в реабилитации, вы посмотрите, это купирование боли, это восстановление и сохранение биомеханики сустава, позвоночника, профилактика прогрессирования основного заболевания и восстановление утраченной функции тканей, там, где это возможно. Ну, например, смотрите, вот часто мы сталкиваемся, например, у бегунов на длинной дистанции такая степень разрушения ахиллосухожилия бывает, что мы идем на операцию, армирование, да, то есть это как один из вариантов вот решения вот такой вот одной из задач. Конечно, мы хорошо с вами знаем, что в реабилитации у нас с вами существуют три основных подхода, они проходят по всем рекомендациям, нефармакологический, фармакологический, хирургический подход. У меня нет задач сейчас эти подходы обсуждать, я вам только напомню, что в рамках нефармакологического лечения самое основное, с чем мы начинаем, это лечебная гимнастика, это для всех посттравматические пациенты, и остеоартриты, болевые синдромы различных локализаций на конечностях, это использование различных вариантов функциональной гимилизации, то, что подробно мы в том числе на школах изучаем, и в том числе и сейчас популярного метода кинезиотейпирования, который иногда нам помогает снять болевой синдром только с помощью наложения вот такой ленты и воздействия на пропорецептивный ряд, использование различных вариантов физиотерапии, в том числе холодовой, использование методов зонального воздействия или аппликаторного воздействия, значит, иглорефлексотерапии, что сегодня дает очень хорошие возможности тоже по обезболиванию и восстановлению функции в спорте. Есть вот такие замечательные программы профилактики, в частности FIFA в свое время разработала комплекс 11+, значит, для профилактики травм в спорте, и сегодня мы знаем потрясающие результаты по снижению травматизма в различных видах спорта, посмотрите, на 37 до 50 процентов сегодня позволяют такие программы снизить травматизм, и тот рабочий продукт наш, которым мы пользуемся каждый день, работая с нашими пациентами, вне зависимости от того, спортсмен или не спортсмен, это вот эта программа, где тренируйся с умом, рекомендована международным олимпийским комитетом для проведения реабилитационной подготовки практически всем нашим активным пациентом. Понятие активный, это значит, что он занимается, ходит там фитнес, ведет активный образ жизни, хотя бы раз в неделю играет в футбол, или бегает, или еще чем-то занимается. Это нам помогает подобрать замечательные комплексы упражнений с учетом и проблем профилактики в самых различных локализациях. Ну а вот с точки зрения хондропотекторной терапии, конечно, это одна из самых важных составляющих. Почему? Потому что мы очень часто имеем возможность за счет назначения таких препаратов на длительное время и купировать болевой синдром, и воздействовать в том числе на сохранение функции того же хряща. Я вам напомню, что в рамках этой хондропотекторной терапии мы обычно говорим о таких препаратах, как геороном кислота и различные варианты хондроитинсульфата и препараты на их основе, которые существуют. У них общий обмен. Мы с вами, может быть, даже уже и обсуждали когда эту тему, просто я тогда многим напомню, посмотрите, вот у нас это все предшественник глюкоза, промежуточные формы глюкозамина, конечные георономты и хондроитинсульфат. И в результате, так скажем, вмешивания в этот процесс мы с вами увеличиваем количество конечных элементов, усиливаем этот обмен за счет самых различных компонентов. Но я напомню, что у нас и хондроитинсульфат, и геороном кислота это продукты, которые в синавиальную жидкость вырабатываются клеткой, туда они выбрасываются и дальше они осуществляют свои функции за счет биологических реакций, сцепливаясь, взаимодействуя с белками, рецепторами на стенках клетки. За счет этого идет и противоболевой эффект, и противовоспалительный эффект, и эффект стимулирования регенерации. Потом они разрушаются ферментом георонидаза и втягиваются вот так вот в клетку и идут на синтез новых молекул. Поэтому сделан и нами препарат, сделана инъекция, даже внутримышечная, например, инъекция. Все приводит к тому, что компоненты того же хондроитинсульфата оказываются внутри синавиальной жидкости и вовлекаются в этот процесс, увеличивая у наших пациентов возможности классических биологических эффектов этих препаратов за счет более здоровых эндогенных молекул, которые вырабатываются в человеке. Ну и вот давайте напомню, что вот синавиоциты, которые находятся в стенке синавиальной оболочки. В жидком состоянии хондроитинсульфата и геронокислота находятся в синавиальной жидкости, а вот в клеще они уже в связанном состоянии, дойдя до туда, они связываются вот в этот вот очень большой комплекс, который получил название агрекан, и там наряду с хондроитинсульфатом и геронокислотой еще есть такой компонент, как кератансульфат и кусочки белка, эндогенные кусочки белка, их обычно человек получает из пищи, но сегодня есть решение и по препаратам, которые помогают нам добавить белковый компонент, в частности коллаген расщепленный до пептидов, вплоть до внутрисустанового введения. И учитывая вот эти все особенности, мы должны с вами понимать, что комплексный подход к контрпротекторной терапии выглядит сегодня так. В основе это геронаты, которые мы, как правило, вводим внутрисуставно, а на этом мы наслаиваем пароральный внутримышечный прием хондроитинсульфата, глюкозами на белковых соединений, ну или внутрисуставное внутрисуставное введение. И, конечно, очень важно отметить, что и геронаты, и хондроитинсульфат обеспечивают нам с вами и нашим пациентам совершенно потрясающие механические функции работы сустава, это скольжение, это амортизация, которая там реализуется за счет этих компонентов. Участвуют они в регенерации, создавая условия для того, чтобы прошла регенерация хряща, причем выступают первичным элементом в этой регенерации. Это означает, что клетки могут задержаться в области дефектов хряща только тогда, когда там вырастает нижняя сеточка из-за греканов. Поэтому, когда мы говорим, например, о восстановлении наших пациентов после травм, особенно внутрисуставных, например, переломов, травм, там, где минист пострадал, значит, мы, безусловно, должны с вами эти компоненты, и хондроитинсульфат, и герону кислоту вовлекать в лечение наших пациентов, восстановительное лечение на всех этапах реабилитации. Ну вот, большой вопрос, где и взять, да, потому что здесь мы сталкиваемся с разными совершенно подходами. Оказывается, что внутрисуставное введение тех же георанатов приводит к 90% усвоенности, а вот внутрисуставное введение хондроитинсульфат – это тема, которая только-только сейчас появилась в нашем пертуаре, только сейчас мы на нее стали обращать внимание. Для некоторых препаратов такие показания выставлены, но пока мы еще очень осторожно к ней относимся. Недостаточно доказательных данных на сегодняшний день в медицине, и посмотрите, даже если в крови насыщенность, например, хондроитинсульфатом при внутримышечном введении 22%, до сустава доходит 20%. То есть мы теряем где-то, то есть только пятая часть отведенного препарата доходит до сустава, проникает в него. Это мы с вами должны, безусловно, тоже представлять. Где берут наши пациенты хондроитинсульфат и геороновую кислоту, едят все, что не по пути. Кто-то ест эти вот шкурки от раков, от омаров, там специально перемалывает дома на мясорубке, потом ложечкой каждый день съедает. Кто-то холодцы, кто-то, значит, кто-то вот всякие тут еще, значит, что это такое, жилет там различные, да, то есть разными способами. И, безусловно, когда к нам такие пациенты приходят, для нас большой очень вопрос, правильно ли они делают или нет. Они нас спрашивают, а правильно. А что нам остается ответить? Сказать, что, наверное, это хорошо, а то эта бабушка просто расстроится, значит, вот, да, если мы ее не поддержим. Но мы с вами помним, что у нас есть замечательные помощники лекарственные препараты. Одного из них мы очень хорошо с вами знаем и показываем этот слайд, я всегда сюда вставляю вот эти четыре рыбки. Посмотрите, это из них делает афлутоп нашего помощника. Должны мы героев лицо-то знать, значит, должны мы с вами видеть этих рыбок, хоть однажды посмотреть на них. Значит, раньше их добывали в Черном море, потом оказалось, что афлутопа в мире надо столько, что уже не хватает этих рыбок черноморских, теперь их вылавливают в Северном море, везут на производство. Ну вот, важно очень подчеркнуть, что в России это один из самых популярнейших препаратов. Вот посмотрите, статистика какая. 19 миллионов пациентов со стеоартритов, 4 миллиона пациентов обращаются за лечением и 500 тысяч получают из них терапию афлутопа. То есть это, конечно, очень такие интересные говорящие цифры, насколько сегодня распространена терапия этим препаратом. Значит, он отличается всех других ондропротекторов, потому что он представляет биоэкстракт, потому что у него комплексный состав, вы там видели на первом слайде, я на этом не останавливался. А вот еще одна отличительная его особенность. Долгие годы это единственный препарат из хондропротекторов, содержащих хондритинсульфат, имеющий показания для внутрисуставного введения. И вот это внутрисуставное введение именно из-за такого его происхождения, из-за того, что там биоэкстракты, там существует много различных компонентов. Но мы часто очень используем комбинацию внутримышечного, внутрисуставного введения или просто внутримышечного введения. И здесь, безусловно, мне бы хотелось обратить ваше внимание, что этот препарат для нас еще очень важен не только теми возможностями, которые у него есть, но и той прекрасной доказательной базой, которая создана в России. Я совмещаю в частной клинике, и недавно главный врач моей частной клиники задала мне вопрос, Максим Алексеевич, почему вы назначаете препараты, которые не входят в международные рекомендации? Вот Афлутоп я его действительно часто назначаю, и должен вам сказать, что ответ здесь очень простой. Не всегда за рубежом прислушиваются к тому, что делаем мы или наши коллеги. Но вот одно из самых наиважнейших таких красивых исследований по Афлутопу, которое было проведено, его делают в Румынии, посмотрите, это наши румынские коллеги, значит, плюс посмотрите, наши российские коллеги, которые приняли участие в этом исследовании, и очень интересные результаты, и само исследование, оно очень оригинальным было, потому что брали хондроциты человека, хондроциты кролика, создавали модель воспаления, модель остеоартрита, значит, помещали это все в субстрат с Афлутопом, и посмотрите, какие интересные данные получились. Значит, вот после расшифровки открылись механизмы, как Афлутоп воздействует на хондроциты человека и кролика, как помогает ему держаться. За счет усиления экспрессии вот такого фермента СОКСДИ, значит, уменьшение экспрессии агреканазы, георанидазы, значит, и за счет этого вот агрекан и георанан, они сами по себе компоненты хряща, они как бы задерживаются, они дольше существуют, значит, в тканях. И второй момент очень важный, связанный с механизмами действия, это открытие вот этого воздействия на интерлекиновый ряд, на фактор роста эндотелия сосудов и на усиление оксигенации, то есть на перекисное окисление в тканях за счет этого усиления метаболизма. И вот настолько это исследование оказалось оригинальным, оно, безусловно, вне клиники проходило, значит, инвитро, что на крупнейшей международной выставке научных исследований за это исследование организаторы получили две золотых медали, да, то есть это очень интересно. Посмотрите, золотая медаль в 16-м году за исследование влияния препарата адмодроцита на генетическом, молекулярном и клеточном уровне, и вторая медаль в 18-м году за исследование патогенического влияния при остеоартрите, за открытие вот этих механизмов. То есть про остеоартрит за счет этого исследования стало понятно больше. Это вот очень важно, когда такое исследование, проведенное одной компанией, открывает нам возможности для понимания проблем патогенетических, достаточно глубоких в плане заболеваний. Одно из самых важных исследований, проведенное Людмилой Ивановной Алексеевой и группой авторов в Институте ревматологии в нашем в 13-м году. Это очень высокого уровня многоцентровое, слепое, рандомизированное плацебо, контролируемое исследование, симптом и структурно модифицирующий эффект у флутопа. Это действительно один из самых высоких уровней исследования, а для нас, для травматологов зачастую важны какие-то визуальные эффекты. А вот что делает флутоп с хрящом? И вот посмотрите, наши ярославские коллеги показали, как изменяется структура суставной щели у пациентов на фоне лечения флутопом. Но это ладно, значит, на МРТ поймали, не поймали, и как часто это удается увидеть. А вот в Санкт-Петербурге сейчас прошла работа, ждем этой публикации, в 16-м году она уже была в таком завершающей стадии, значит, там, где смотрели уже на магнитно-резонанс, на предцветном картировании магнитно-резонанс, там, структуру хряща. И вот посмотрите, значит, это слайд из презентации, взятый мной о гранатологии, господина Трофимова Евгения Александровича. Вот нормальный хрящ, вот хрящ при, так скажем, патологии, лечении георонатами, лечении флутопом и, значит, лечении инстиродным противоспалительным препаратами. Насколько велика разность в структуре хряща именно с точки зрения хондропротективного эффекта. Здесь, конечно, флутоп дает очень потрясающий результат. Есть работы доказательные по использованию флутопа на перертикулярных тканях, но это оффлейбл, это не входит в основные показания, поэтому кто-то этим пользуется, кто-то нет. Вот, в частности, работа при тендопатиях и при люмбе и шалгеех в области позвоночника. Ну, а я ваше внимание обращаю на еще одну очень интересную работу, которая вышла в 2018-2017 году. Значит, группа авторов, связанных в том числе с Федеральным медико-биологическим агентством, значит, где проводилось лечение асептического остеонекроза, остеонекроза средних и задних отделов стопы. Значит, проводилась операция, значит, фрезирования, проводились наложения каналов, традиционное хирургическое лечение с инъекцией плазмообогащенной тромбоциты, и плюс к этому еще внутримышечно пациенты получали флутоп. Вот такой вот сложный протокол. И тем не менее удалось организовать контрольную группу, которая шла со флутопом, основная, и контрольная без флутопа. И вот очень интересное исследование сделали, вывод исследователей, что в комплексную терапию, безусловно, целесообразно включать флутоп, потому что результаты лечения пациентов были лучше при асептическом некрозе. Но это, конечно, для меня было очень интересное исследование, потому что мы думали об асептических, думаем об асептических некрозах часто, раз мы с ними сталкиваемся в своей практике. И вот я вспомнил, что у нас был один пациент, в свое время я его даже в слайды уложил, значит, в 19 лет, с многоборец, с падением на правую руку, с болевым синдромом. Он к нам обратился через три месяца, и сделав ему МРТ, мы обнаружили у него отдел головчатой кости. И думая о том, как оценить эту ситуацию, мы предположили это состояние преднекроза, значит, нарушение, безусловно, микроциркуляции в этой области. Он получал у нас лечение достаточно банальное, но вот мы тогда даже не подозревали, что на этом этапе уже можно эффективно подключать Афлутоп. Здесь перечислено то, что он получал на различные препараты. И вот на последних как раз стадиях тогда, когда через четыре, посмотрите, месяца, значит, мы уже после начала лечения, то есть это семь месяцев с момента того, как он оказался в этой ситуации, посмотрите, здесь уже отека нет внутри костного, здесь уже внутри суставной только синовит, но с этим справиться Афлутоп нам, безусловно, помог, и, безусловно, мы, так скажем, здесь добились хорошего клинического эффекта. Ну и вам напомню, что сегодняшние наши клинические рекомендации, концепс экспертов Российской Федерации по подбору, по терапии пациентов с коморбидностью, они рекомендуют нам все эти препараты, в том числе Афлутоп, содержащий хондрекин глюкозамин, как группу, одну из самых безопасных группы препаратов, с которой нам удается сталкиваться. И вот в заключении я хотел бы вам этот слайд показать и сказать, что, конечно, когда мы говорим о реабилитации, это всегда комплекс. Ну и этот комплекс, он, конечно, в первую очередь должен сложиться в голове врача. А уж о чем там врач думает? Вот тут уж, да. Это кто-то меня так сфотографировал, я сам над собой посмеялся. Все, спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.